Исполнилось 85 лет заведующему кафедрой философии и культурологии Анатолию Габараеву, ученому, посвятившему десятки лет исследованию проблемы времени. В честь этого в конференц-зале йогу состоялась юбилейная научно-практическая конференция с участием ученых Севера и Юга Осетии. На научно-практической и, можно сказать, дружеской конференции собрались самые близкие люди. Инициатором и модератором мероприятия выступил Костат Зугаев. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогие наши гости, позвольте вас приветствовать на сегодняшнем нашем мероприятии, которое мы проводим по радостному поводу. 85 лет исполнилось нашему дорогому коллеге, заведующему кафедрой философии и культурологии Юго-Астинского государственного университета Анатолию Дмитриевичу Габараеву, с чем мы его все сейчас предварительно поздравляем. Ректор Вадим Тадеев выразил слова благодарности организаторам мероприятия, президенту республики и его администрации за неослабевающее внимание к университету. Также он отметил монографию Анатолия Габараева, «Некоторые проблемы современного естествознания и философия», выпущенную под грифом «Йогу». Хочется сказать слова благодарности в адрес Анатолия Дмитриевича, один из наших старейщин нашего университета. Пока они у нас есть, а дай Бог, чтобы они жили каждый из них сто и более лет, наш университет будет всегда более уверенно чувствовать себя и в плане образовательной деятельности, и в плане научной деятельности. Юбилей состоялся, на самом деле, в мае, как раз мы сейчас говорили, с Кустом Муратовичем, и официально празднуем именно сегодня в виде юбилейной конференции. 85 лет – торжественная дата и прекрасная возможность оценить пройденный путь. Константин Джоев, заместитель главы администрации президента, передал поздравления от Алана Гаглоева с пожеланиями продолжения интеллектуальной деятельности и передачи опыта молодому поколению. Я являюсь человеком безупречного профессионализма, высочайшего авторитета. Вы остаетесь образцом для коллег и научного сообщества. За годы созидательного труда Вы зарекомендовали себя профессионально высочайшего уровня, мудрым педагогам и наставникам, авторитетным экспертам. Всегда и во всем следуя непреложным законам справедливости, твердо отстаивая свою точку зрения, Вы смогли заслужить уважение и авторитет в научных кругах. Ваша жизнь – пример на стоящего служения науке и обществе. Это, наверное, у вас на будущее, чтобы мы свою работу вели как следует в стенах нашего университета. Ради нашего народа, ради Южной Осетии, ради Северной Осетии, ради общего дела нашего. Дели воспитания нашего поколения. Спасибо вам за высокое... Анатолий Дмитриевич, для меня близкий человек, очень близкий человек, старший, наставник. Мы, Анатолий Дмитриевич, дешевым убирает, берем остальные шарь. Моя... Сына в летном саду, что нафта встает, мордом на нервах, астрахом на дахи на ротту. Значит, я там высказался, вроде бы, про все твои деяния, в хорошем смысле этого слова. Я коротко хочу зачастись и приветствовать адрес от имени коллектива нашего научно-исследового института и вообще от научного сообщества. Ты сам находишься в этом сообществе, так и коротко, от Терриума Дмитриевича на хвостном локации. Уважаемый Анатолий Дмитриевич, поздравляем вас с ознаменательным событием в вашей жизни, 85-летием со дня рождения. Весочайший профессионализм, богатый опыт и знания, чувство ответственности в сочетании с добрым и внимательным отношением к людям снискали вам достойный авторитет и уважение среди научного сообщества. И не только. Мираб Засеев передал поздравление виновнику торжества от Совета старейшин народов Северного Кавказа и Совета старейшин Республики Южная Осетия, а также вручил Анатолию Габараеву книгу «Национальный музей Республики Южная Осетия», изданную к 100-летнему юбилею музея. Анатолий Дмитриевич Габараев, наш друг, старший товарищ, опытнейший человек, выдающийся ученый, человек, который оставляет совершенно определенный след в астинской философской науке, в продвижении нашего общества в целом и является, конечно же, безусловным примером для тех, кто знает, кого он обучает и с кем он дружит. Габараев Меккаджи, «Национальный музей Республики Южная Осетия» «Национальный музей Республики Южная Осетия» «Национальный музей Республики Южная Осетия» Как известно, лауреат Нобелевской премии Пригожин считал, что понятие времени выходит на передний край науки. И в этом ваша немалая заслуга. Об этом свидетельствуют ключевые идеи. Я буду читать, как он говорит. Я просто от себя говорю ваших, но он говорит твоих, потому что они друзья. Твоих монографий и научных статей. Сердечно поздравляю тебя со славным юбилеем. Желаю доброго здоровья, благополучия и новых творческих свершений. Анатолий Дмитриевич, ну а вас так много хорошего сказали, что добавить туда просто уже нечего. Но я только присоединяюсь к тем дорогим поздравлениям. В секции докладов выступили сотрудники кафедры философии. Некоторые доклады касались категории времени – основного научного интереса юбиляра философа. Своё выступление Соня Хубаева, старший преподаватель кафедры философии, посвятила Анатолию Габараеву. Анатолий Дмитриевич Габараев – кандидат философских наук, профессор философии и культурологии Юго-Стинского государственного университета имени Тивилла. Он заслуженный работник высшей школы Республики Южной Осетии. Анатолий Дмитриевич Габараев – наш коллега, с которым мы совместно проработали на одной кафедре почти 40 лет. Поэтому по праву можем говорить о нём не только как о коллеге, но и о друге. В этом году ему исполнилось 85 лет, с чем мы его искренне поздравляем. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет плодотворной научной и преподавательской деятельности. Хочу отметить также, что Анатолий Дмитриевич – хороший семьянин, воспитал замечательных детей. Хочется пожелать вам здоровья и ещё многих творческих путешествий. По базовому образованию Анатолий Дмитриевич является выпускником физико-математического факультета нашего государственного педагогического института. На сегодняшней конференции в связи с этим позвольте привлечь внимание юбиляра, а также, конечно, и всех присутствующих, к одной малоизвестной и полузабытой, но чрезвычайно интересной публикации, имеющей непосредственное пересечение с временной философской проблематикой. Это статья Роберта Оруса Ди Бартини. Она называется «Некоторые соотношения между физическими константами». Написана она была в 1965 году и опубликована в докладах Академии наук Советского Союза. Публикация эта имеет сама по себе замысловатую историю. Бартини представил эту статью академику Николаю Боголюбову, который крупный физик-теоретик и математик. Тот изучил статью вдоль и поперек, но, представьте себе, не решился направить ее на публикацию, потому что слишком ошеломительным был текст, который он прочитал. После нескольких зигзагов, закулисных переговоров, статью принесли академику Бруно Понтикорво, которого уломали все-таки помочь с публикацией, апеллируя при этом к этнической солидарности. Они оба, и Бартини, и Понтикорво были этническими итальянцами. Итальянскими евреями. Ну, можно и так сказать. Бюрократически дело здесь в том, что материал, который представлен был академику, он подлежал, если его академик представлял доклады, то он подлежал обязательной публикации. Даже если там каракулями написано, что-то совершенно непонятно. Ну, такое вот положение было, и, насколько знаю, сохраняется сейчас тоже. Еще раз сегодня мы отмечаем юбилей нашего уважаемого, дорогого Анатолия Дмитриевича. Было сказано очень много хороших, добрых, красивых, интересных слов. Интересно то, что юбилей Анатолия Дмитриевича совпал с другим юбилеем. Анатолий Дмитриевич исполнил сегодня 85 лет, а весь мир сегодня отмечает 300 лет со дня рождения великого немецкого мыслителя, философа, ученого и так далее, и так далее, Валентина Графовна, сегодня еще юбилей отмечает Геннадий Андреевич Зюганов, 80 лет. Это не случайно совершенно. В мире все закономерно и все предусмотрено, и так далее, и так далее. У меня официальный статус существует у Анатолия Дмитриевича. Несколько лет назад, когда Габараевы отмечали фамильный праздник, сегодня здесь присутствует. Юрий Константинович сказал, что Герентоном не хочется бордать там габараты профессорами. И вот с тех пор и до сегодняшнего дня в народе, в фамилии Габараевых, вообще в народе, и расстаны очень так. Я хочу сказать, что этот статус не меньше, чем просто он награжден орденами почета, орденами дружбы и так далее, и так далее. Сегодня Анатолий Дмитриевич находится на переднем крае. Не просто, допустим, философии и так далее, но в том числе и того научного знания, которое нес и несет до сегодняшнего дня род Габараевых. Я хочу сказать, что у нас в университете три кафедры, названные именем Габараевых. Это кафедра химии, кафедра арстинского языка и литературы, кафедра наша родная, кафедра философии и культурологии. Так что сегодня на вас легла эта большая ответственность, Анатолий Дмитриевич. Это, правда, очень высокая ответственность. И я знаю, что вы ее несете очень высоко. Сайра гайдар зааган, смахан алкамандар, аштер, аштер буздек, аштер буздек, азайна дар галтун, ахам, афте асхонам, кодменисканжастуд, афтамарагбарах ашшстуд. Ауи хал наветтанез, ибон ректорима, аштер форстаид хайфембалдистамма. Аштер Борис, код also госпожееальным, с точки зрения конференцы, сigo, тастрой форста, и у меня становится periodically. А у меня был үвилей 3 стекляния, мой геленош Восоке youtuber. Вот это может быть признrops подвижерка Если вы, кому потребовальны, потому что у меня еще много человек. Дождемся Юз в样. Я хотел бы это, кому предложил found меня. В моем organiseце я заглял демонстратор старший корпус. Я училась в Соня. Я писал, что я был на моем канале. Я говорила на мой канал. Но мой liberal был, что я дам в отзыв. Я был учил бы. Я учил бы в Вашину, как я учил бы. Я думал, что я учил бы. Я учил бы в отзыв. В его организации Голлоток был. У меня есть 4 бузыни, это смаханал кэмэндэр.